Мы продолжаем, дорогие друзья. Наше правительство решило поиграть в музыкальные стулья, переместить министра экономики на пост министра по развитию периферии Негева и Галилеи. Что касается пост министра экономики, то он пока будет оставаться в руках у главы правительства. Но правительство делает это не от хорошей жизни, а просто потому, что надо в конечном итоге уже утвердить эту газовую реформу. Через КНЕС от ее провести не представляется возможности. У правительственной коалиции нет большинства в поддержку газовой реформы. А ушедший с этого поста министр Ария Дерри категорически отказывался подписать своим министерским указом отмену рекомендации антимонопольного комитета. Вот что говорят по этому поводу профессионалы, представители той самой отрасли, о которой идет речь, у нас на связи с нашей студией. Дорогие друзья, Константин Блюз, заместитель директора управления природного газа Министерства энергетики. Константин, здравствуйте. Здравствуйте. Ваше отношение к тому, что вообще говоря происходит у нас вокруг этой газовой реформы и ее предполагаемого ближайшего утверждения? Я, как и большинство профессионалов этой области, надеюсь, что в конце концов это будет утверждено. К сожалению, в последние 10 месяцев вся наша газовая отрасль заморожена довольно странным решением предыдущего председателя антимонопольного комитета, профессора Дэвида Гилло. Мы это уже обсуждали неоднократно, в том числе в ваших программах. Профессор Гилло решил, что компании Дэлик и Нобел Энерджи, которым принадлежит большая часть лицензии на поиски и разработку газовых месторождений на территории Израиля, приступили в свое время антимонопольное законодательство. Это очень хитрый вопрос, приступили они или нет. В итоге это ни разу не попало в суд. Но в конце концов так получилось, что его решение полностью заморозило отрасль, нельзя было продвигаться, нельзя было ничего бурить, ничего строить. И поэтому то, что произошло вчера, а именно уход министра Дэри и переход с завтрашнего дня полномочий к премьер-министру Натаньяо, в принципе это очень положительный акт и он дает некую надежду на развитие наших месторождений. И у нас очень много газа и из этого может очень много денег попасть и в бюджет и сэкономить население. Скажите, насколько нынешняя газовая реформа, которая уже была утверждена министрами, утверждена правительством, насколько она благоприятна для предпринимателей, для консессионеров? Потому что в последнее время говорят о том, что в ближайшее время никаких новых газоразведывательных работ производиться не будет, просто потому, что предприниматели боятся инвестировать в эти деньги, в это деньги, потому что у них ощущение такое, что они здесь имеют дело с очень нечестным партнером. Ну, в общем-то с нами вести, конечно, дело непросто, но есть места и похуже. Есть, например, страны, которые просто национализировали свою нефтегазовую отрасль. Так что, в общем-то, мы, скажем так, мы не робкого десятка, а робкой тысячи. Вот. Ситуация не совсем такая, как вы ее представили. Да, в последнее время не ведется практически новых поисковых работ, но уже сейчас обнаружены четыре месторождения, которые в рамках существующей договоренности, даже не реформы, это просто договоренность между правительством и компаниями, и концессионерами, должны быть разработаны в ближайшие годы. Так они обязуются пробурить еще три скважины на существующем уже месторождении Тамары, из которого поставляется почти 100% газа в Израиль, и провести дополнительную трубу, благодаря чему и поставки в Израиль, и поставки в Египет. Мы начинаем экспортировать газ в Египет с 2017 года благодаря этому соглашению. Они будут резко увеличены, и через египетские заводы по сжижению природного газа газ начнет поступать в Испанию, в другие европейские страны. Плюс, благодаря этому же, как я уже говорил, увеличатся поставки в Израиль, концессионеры также увеличат свои продажи на территорию Израиля, так что, в общем-то, для них эта сделка хороша. Но ведь в Египте недавно свой газ нашли и начинают разработку этого месторождения. Мы, может быть, с Египтом уже опоздали, слишком долго мы варили все это варево? Не совсем так. То есть, да, они обнаружили месторождение, но обнаружить месторождение – это еще не разработать его. В Египте есть порядка двух с четвертью тысяч миллиардов, то есть двух с четвертью триллионов разработанных, найденных кубометров газа. Дополнительное месторождение огромное, которое нашли, да, оно увеличит это примерно на 30%, и все равно у Египта огромный дефицит природного газа. Для того, чтобы разрабатывались месторождения, недостаточно их найти. Должен быть инвестиционный климат в стране, страна должна платить достаточно, чтобы все эти миллиарды, которые вкладываются в разработку месторождений, каким-то образом вернуть поставщикам. Кроме того, политическая обстановка в стране должна быть относительно стабильной. И поэтому в Египте, несмотря на то, что там громадные совершенно залежи природного газа, у них каждый год добыча падает, и дефицит увеличивается, они не могут удовлетворять свой экспортный спрос, они не могут поставлять газ на свои экспортные заводы, и поэтому пока окно в Египет, в общем-то, не закрыто. Естественно, что если мы еще год, два, три не подписывали бы это соглашение с компаниями, и все бы заморозилось, то, возможно, египтяне бы отказались, пока они заинтересованы. Ну вот, в ближайшее время, даст Бог, с Божьей помощью, как говорят религиозные люди, эта газовая реформа будет, наконец, утверждена. Насколько лет она обеспечит спокойную жизнь вашей отрасли? К сожалению, в нашей отрасли, в принципе, не свойственна спокойная жизнь. Вот, но если все пойдет так, как мы рассчитываем, к сожалению, пока еще никогда ничего не шло так, как мы рассчитывали, но если вдруг все пойдет так, как мы рассчитываем, то к 2019 году мы получим огромное месторождение Левиафан, оно будет подключено где-то на севере, в районе Йокнеама, и плюс еще два месторождения, поменьше Танин и Кориш, тоже спустя год начнут поставлять газ на территорию Израиля, тогда на ближайшие 25-30 лет у нас состояние полной энергетической независимости, по крайней мере, в области электричества. Природный газ пока не поставляется на транспорт, транспорт пока зависит от нефти, нефть у нас пока не найдена, хотя есть некоторые надежды найти ее и в Левиафане, и в нескольких довольно интересных проспектах, пока этого ничего нет, возможно, поиски возобновятся после того, как международные компании увидят, что все-таки с нами можно иметь дело, и тогда мы получим нефть в добавок к газу, пока мы говорим о примерно трех десятилетиях энергетической безопасности в области электричества и промышленности, что тоже, в общем-то, для Израиля очень много и вновь. Очень много, дай-то Бог, дай-то Бог. Большое спасибо за участие в нашей программе, Константин Блюз, заместитель директора управления природного газа Министерства энергетики Израиля. Большое спасибо.